МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу персональный акцент. В Молдовской столице прошло торжественное собрание, посвященное 20-летию партии социалистов Республики Молдова. В Молдове уже стало хорошей традицией, когда событиям, связанным с партией социалистов, обращается большое внимание как внутри страны, так и ее зарубежных партнеров. На торжественном собрании присутствовало 10 делегаций из 7 стран. Одна из самых внушительных делегаций политической партии «Единая Россия». Во главе делегации депутат Государственной Думы, член Комитета Госдумы по делам «Содружество независимых государств и евразийской интеграции и связям с соотечественниками» Артем Викторович Штуров. И сегодня у нас в студии. Здравствуйте! Добрый день! Накануне вы приняли, как я уже сказал, участие в торжественном собрании, которое посвящено 20-летию партии социалистов. У вас накануне прошла и встреча с главой государства, с президентом Игорем Дадоном. Как «Единая Россия» оценивает результаты деятельности партии социалистов и ваши впечатления от знакомства с нашим сегодняшним президентом? Во-первых, я хочу сказать, что партия «Единая Россия» – это партия, которая создавалась президентом нашей страны Владимиром Ивановичем Путиным, и партия, которая в первую очередь реализует ту программу, те направления работы, которые ставит президент. И партия является большинством и в парламенте, и в региональных законодательных собраниях. Мы достаточно долго и эффективно работаем с нашими избирателями. И последние выборы, которые прошли в 2016 году, как раз и подтверждают то, что люди нам доверяют, то, что люди, граждане России поддерживают. И тот курс, в первую очередь, президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. И для нас, конечно, по межпартийным диалогу, по нашему взаимодействию с нашими коллегами, мы всегда ищем ту действительно силу, на которую опирается народ того или иного государства, которые нам близки идеологически, близки культурно, ментально. Конечно, партия социалистов Молдовы отвечает вот этим требованиям. И тот диалог, который у нас устраивается, это уже настоящая работа совместная. И те мероприятия, которые проходили вчера, нам очень приятно, что мы здесь присутствуем, потому что действительно видим, что партия социалистов является действенной силой, которую поддерживают абсолютное большинство сейчас граждан Молдовы. И это видно по результатам опросов, по результатам тех выборов, которые прошли в Молдове в 2016 году. И та победа, несомненная, яркая, действующего президента Молдовии, Игоря Николаевича Дадона, подтверждает это. Для нас очень важно выстраивать это взаимодействие в различных сферах. Конечно, здесь работа парламентариев России, Российского парламента и Молдовы – это действительно шаг вперед. Потому что мы прекрасно видели, как действующая сейчас коалиция в парламенте и правительство искусственно создает и нагнетает недружественные отношения с Россией. При том, что мы прекрасно понимаем, что экономика, культура, наша общая вера, да просто отношения людей, которые складывались десятилетиями, и добрые отношения, они не будут никогда не забыты, и никто не сможет их разрушить. И в подтверждение этого мы видим, как люди действительно реагируют на те события, которые происходят в Молдове. И в первую очередь на главные события – это выбор дальнейшего пути развития страны. Я еще раз напомню вторую часть вопроса. Вы встречались с президентом Республики Молдова. Ваши личные впечатления от беседы, от диалога? Вы знаете, у меня так сложилось, что с Игорем Николаевичем мы встречаемся уже не первый раз, и как раз одна из первых встреч была перед вторым выбором президента, перед вторым туром выборов. И я вам скажу, и тогда, и сейчас на меня произвело только положительное впечатление. Человек, который болеет в хорошем смысле за свою страну, переживает за то, как она будет развиваться, какие будут взаимоотношения, и действительно является таким настоящим патриотом Молдовы, который видит ее будущее. И, знаете, человек небезразличный, человек, вот он как горел, вот в хорошем смысле, теми проблемами, той болью, которая есть, теми проблемами, которые существуют в стране перед выбором. Так он продолжает сейчас переживать, и я могу сказать, что, мне кажется, это достойный президент, и народ сделал правильный выбор. Та встреча, которая у нас состоялась с Игорем Николаевичем, она подтверждает его целеустремленность в евразийскую интеграцию, в открытые связи с Россией. И, мне кажется, его принципиальная позиция, которую мы видим в России, его участие, например, 9 мая на Параде Победы для нас, это очень значимо, то, что он присутствовал, потому что у нас действительно общая история. И мы прекрасно видим, как во многих республиках бывшего СССР, реально идет подмена истории, меняются подходы, изменяются факты. А наша главная задача – это сохранить и передать историю нашим поколениям. И вот, мне кажется, здесь тоже очень важно, чем занимается партия социалистов, мы видим эти патриотические мероприятия, молодежные организации партии. Но я хочу сказать одно, у Игоря Николаевича четкий вектор понимания, куда должна двигаться страна, как она должна развиваться, для того, чтобы быть суверенным, независимым и самодостаточным государством. И эта позиция правильная, и мы с своей стороны готовы, всяческие страны парламентариев, Государственные Думы, поддерживать эти контакты. И второй момент, который хочу обратить внимание, беря ворозерезь вообще, мне кажется, у партии социалистов очень хорошая команда, не просто названия, да, а действительно люди, которые объединяют не просто какие-то общие идеи, но и общие принципы, а это очень важно. Очень важно, когда у людей есть четкое понимание, куда двигаться, и это не просто здесь где-то в Кишиневе, но это на всей территории Молдавии, и поэтому я думаю, что то, что вчера было сказано на съезде, те задачи, которые бы поставлены, и на самом деле за вот этот небольшой срок, хоть и 20 лет это достаточно, наверное, для партии большое время, но, наверное, как у любой политической организации, есть такой возраст совершеннолетия, да. Мне кажется, как раз вот эти вот выборы, которые прошли в 16-м году, и выборы, которые пройдут парламентские, как раз станут вот этой вот точкой совершеннолетия партии, которая даст для страны новый этап развития. Ну, хорошее замечание. Такой вот момент. Буквально недавно партия социалистов Республики Молдова и политическая партия «Единая Россия» подписали соглашение о межпартийном сотрудничестве. Ну вот, если можно раскрыть рамки в заключенных соглашениях, что подразумевает вот это сотрудничество, это политическое или партийное партнерство, в каких областях будут реализованы те или иные инновации, или вот в чем хотелось бы развить это сотрудничество? Ну, да, я хотел бы напомнить, что буквально недавно лидер партии «Единая Россия», премьер-министр страны, Дмитрий Анатольевич Медведев, подписал в Москве вместе с председателем партии социалистов Республики Молдова «Единая Гречан» и договор о сотрудничестве. Это важное для нас событие, потому что, еще раз повторюсь, мы ищем действительно сильных партнеров, которые несут ответственность, готовы нести ответственность за ту политику, которую они транслируют. А мы видим еще раз по поддержке населения, что действительно она является всенародно поддерживаемой, и для нас это очень важно. Конечно, основным моментом являются межпарламентские наши контакты, у нас действует и в Государственной Думе группа дружбы с парламентом Республики Молдова. Это, конечно же, связи, связанные с межпартийными реализациями проектов, это и гуманитарные проекты, это, конечно, отдельное направление, связанное с развитием экономики, потому что мы прекрасно знаем, что достаточно много товаров молдавских долгое время не могли поступать на российский рынок, и сейчас мы знаем, что уже комиссия межправительственная как раз работает, которая в этом плане, это тоже, я считаю, достижение действующего президента, смог решить вот этот вопрос, который, к сожалению, как мне кажется, искусственно и специально пытаясь отрезать от этих давних наших культурных исторических связей, действующее правительство Молдовы всеми способами пыталось нарушить эту коммуникацию, эту историческую связь прерывать. Поэтому мы здесь видим большую, на самом деле, возможности для взаимодействия и обмены. И вот одно из этих мероприятий, которое проходило у нас в Государственной Думе, парламентские слушания, на котором участвовали депутаты, парламентские слушания и круглый стол касаемо проблематики молдавской. Мы благодарны, что депутаты парламента активно приняли в ней участие. И вот, мне кажется, очень важен, в первую очередь, диалог. И мы, конечно, только вместе сможем сделать так, чтобы и в России, и в Молдове сохранились дружеские отношения. И в первую очередь, чтобы жителям наших государств стали жить комфортнее. И от этого очень многое зависит от экономики, от социальной политики. И я думаю, что у нас есть чем поделиться друг с другом. Если говорить о комфорте, сегодня в Молдове сложилась такая, с одной стороны, любопытная, с другой стороны, достаточно тревожная ситуация. Да, мы имеем про, будем говорить, про молдавского президента, то есть президента, который заинтересован в реализации интересов молдавского народа. Они связаны, конечно же, и с Россией, в том числе, особенно с возможностью экспорта наших товаров на те рынки, где нас хорошо знают, ценят. В Европу пробиться достаточно сложно, и о тех широких порталах, о которых говорилось много перед подписанием соглашения об ассоциации с Евросоюзом, сегодня уже подзабыто. Я очень хорошо помню медийную поддержку, когда телеканалы Молдовы крутили аудио и видеоролики о том, что дает подписание вот этого соглашения, когда герои этого ролика, сейчас бы хорошо было бы услышать их, что они говорят. Так вот, герои говорили о том, что будем жить лучше, не будет коррупции, наши товары рекой польются на европейские рынки, а огромный рынок, 500 миллионов населения Евросоюза готовы поглощать вот эти объемы молдавского экспорта. Да, но на деле оказалось иначе все, во-первых, потому что ведь рынок, это и есть рынок, это борьба сегодня, борьба маркетинга, борьба рекламных технологий, и сегодня в том же Евросоюзе о Молдове знают, ну, разве что политики и может быть часть какой-то там элиты, которая еще хорошо изучала в своих колледжах и лицеях географию. А так, когда поговоришь с кем-то из европейцев и вот объясняешь, где находится Молдова, и говоришь, между Румынией и Украиной, Украина для них там какой-то очаг напряженности, а Румыния – это их член Евросоюза, и вот там где-то между ними небольшой пятачок земли и называется Республика Молдова. Когда опять же с ними разговариваешь, а почему у вас проблемы, то есть вроде как так неплохо устроены, тем не менее, смотрите, они есть, есть, отчасти, как нам кажется, конечно же, как последствия вот этого подписанного соглашения, потому что рынок есть, а попасть на рынок невозможно. Во-первых, нужно соответствовать требованиям. С одной стороны, это хорошо, это дает возможность нашим предпринимателям вывести, будем говорить, на новый уровень, качественный уровень продукции. Это хорошо для всех, куда будет экспортирована эта продукция. Но с другой стороны, даже в такая высококачественная продукция, у нас есть вина, который пьют, например, в британском парламенте королева Елизавета. Традиционно уже сколько лет поставляются в Британию эти вина. Но они не пьют их миллионами, понятно, что там речь идет о десятках, может быть, нескольких тысячах бутылок. Еще не так давно, когда я брал интервью одного из винодела, он, ну как давно, уже больше 10 лет, он говорил о том, что в Россию поставляли только одно из его предприятий, поставляло порядка 15 миллионов бутылок в год. Сегодня винзаводы забыли о этих цифрах. То есть сегодня нет такой возможности. И я, вот мой вопрос о чем? Ведь смотрите, любопытная, парадоксальная и тревожная ситуация. У нас есть президент, который готов сделать все для тех, кто его поддержал. Поддержали его именно те люди, которые хотят экономического развития. Оно связано напрямую с восточными рынками. И у нас есть правительство, и парламентское большинство, где делается все возможное для того, чтобы из той же России. У нас посмотрели как на несколько некачественного партнера. Смотрите, есть факт высылки российских дипломатов. Есть тенденция, такая, в общем, целая кампания по запрету про российских информационно-аналитических программ. Ну, тренд, наверное, набирающий сил во всем мире, борьба с российской пропагандой, хотя мне кажется, что с американской пропагандой, а российской еще надо, до них еще надо расти. И слово пропаганда сегодня почему-то обрело такой негативный оттенок, хотя, мне кажется, все информационные ресурсы тем и занимаются, что пропагандируют взгляды того или иного, будем говорить, журналистского сообщества, так скажем. И вот такой, знаете, как бы диссонанс. Есть лидеры государства, да, как раз успели перед вхождением в должность оккупировать его полномочия. С другой стороны, вот есть парламентское большинство и правительство, которое, ну, никак не стремится поддержать выбор государства. Я имею в виду выбор страны, выбор их избирателей. Вот ваш взгляд на то, как сегодня будут строиться, или, возможно, будут построены, или как сегодня выглядят молодо-российские отношения, вот в свете вот такого большого клубка проблем. Ну, знаете, на самом деле это очевидно, что есть проевропейские силы, да, в Молдове, которые ориентированы на, ну, несколько моментов. Кто-то говорит на... Притом это очень, к сожалению, как мне кажется, печально, когда действующие политики, элита, можно сказать, политическая сама говорит о потере суверенитета страны, с одной стороны. С другой стороны, есть проевропейские тенденции, да, и понятно, что эти люди, которые сейчас находятся у власти, их самая главная задача — удержать эту власть. Поэтому тот позитив, который Игорь Дадон внес в повестку российско-молдавскую, те наработки, те встречи с президентом Владимиром Ильичем Путиным, те, наверное, векторы развития, которые обсуждались в том числе, они, конечно, пугают их. И при том, еще раз повторюсь, при той поддержке, которая сейчас есть у партии социалистов, действующего президента, она, на мой взгляд, растет. Они, конечно, боятся потерять определенную монополию на власть. Почему? И ведут себя так по отношению, когда у президента отнимают определенные его функции, определенный его функционал, который действительно мог бы более эффективнее ввести внутреннюю и внешнюю политику. Но это делает специально. Та же высылка наших дипломатического корпуса — это как раз попытка сорвать налаживание и позитивную повестку, которая начала оформироваться при приходе нового президента Молдавии. Поэтому это чисто политическая, как мне кажется, игра, которая направлена только на то, чтобы удержаться у власти. Ну а как коренным образом изменить ситуацию? Здесь, конечно, все зависит от граждан Молдавии, от их позиции, от их выбора. Мы сейчас с вами обсуждали и поставки исконно молдавских товаров, которые, может быть, как вы говорите, не так хорошо известны в Европе, но которые отлично известны Российской Федерации. Это продукции сельхозпроизводства, фрукты, овощи. Это, конечно же, те, чем славится республика. Это, конечно, винное производство, которое, в принципе, хорошо себя зарекомендовало еще с времен единой страны как качественная продукция. Конечно, мы прекрасно понимаем, когда были и проблемы, когда пытались на территории Российской Федерации страны недоговорить качественную поставлять продукцию. Ну и здесь, мне кажется, это уже ситуация… Это же издержки рынка. Конечно, выровненная. Поэтому все то, что происходит с стороны действующего правительства, это, мне кажется, чисто попытка сорвать вот такого позитивного, на самом деле, которого давно не было в таких отношениях, позитивного диалога и вектора развития. Поэтому, мне кажется, что здесь никого не обманешь, и граждане это все видят и свой выбор сделают. Конечно, этот выбор, какой бы он ни был, и наша страна, и мы будем принимать все уважение. Мы, конечно же, с тем рабочим, которым у нас выстроены рабочие отношения с парламентом, с партией социалистов, мы будем, в свою очередь, этот выбор поддерживать. Ну, у нас большую тревогу вызывают, точнее, у граждан Республики Молдова вызывают тревогу. И вот недавно открывшийся офис НАТО, ну, с одной стороны, его открывали раньше, Центр документирования, или информентирования, так, кажется, назывался. Сейчас солдаты, офицеры НАТО побывали у нас в Кишиневе на площади. Была такая попытка накануне Дня Победы устроить американский флешмоб техники НАТО, но не получилось. И вот все, что связано с продвижением НАТО на восток, все, что связано с появлением НАТО в Молдове, вызывает очень, ну, такую неоднозначную оценку. С одной стороны, да, и как вот здесь в отношении востока-запада страна поделена и на тех, кто связывает будущие страны с ближением с Евросоюзом, и тех, кто с ближением с евразийским экономическим сообществом, возьмем так уже, обозначим восток. И, как показывает статистика, конечно же, во-вторых, больше. И это количество растет. То есть есть тенденция к росту. Это связано напрямую с уровнем жизни. Но, тем не менее, политики пытаются вот играть в эти игры. И вот вызывает ли это озабоченность, какое-то, будем говорить, опасение в самой России. Хотя я понимаю, что еще в 90-х годах Российская Федерация говорила о том, что мы готовы даже стать членами НАТО. Но, тем не менее, сегодня НАТО, как мне кажется, не является, так сказать, дружественным партнером Российской Федерации. Вы знаете, на самом деле, возвращаясь к предыдущему даже вопросу, наши западные партнеры всегда играют в таком принципу, ведут работу, в двойных стандартов. Это и касаемо информационной политики, о чем мы говорили. Если какие-то каналы или СМИ в ряде стран закрывают иностранные наши партнеры, партнеры, коллеги, то это нормальный процесс, это возможно. Если какие-то такие ситуации случаются в каких-то странах в Восточной Европы, то это сразу нарушение прав человека, это нарушение информационной политики, которая у нас прописана, на самом деле, доступ к информации в документах ООН и в других межправительственных международных договорах, в которых участвует абсолютно большинство стран нашей планеты. И в тот же момент, то же самое касаясь и ситуации с НАТО, когда Советский Союз уходил с Восточной Европы, был подписан договор о том, что НАТО доходит до определенных границ и дальше определенных территорий двигаться не может. На что, конечно, это было этим альянсом нарушено, границы НАТО уже подошли и к Российской Федерации, конечно, это вызывает и озабоченности, наращивание той информационного нагнетания, которое идет в ряде республик и Прибалтики, и Восточной Европе, которое искусственно создается по отношению к Российской Федерации, и появление новых подразделений на границах России, конечно, вызывает озабоченность, потому что для нас, конечно, главное обеспечение безопасности наших граждан, наших партнеров по ОДКБ, по СНГ, и, конечно, мне кажется, что вот та попытка введения, при том, что Молдова себя позиционирует как нейтральная страна, которая не входит ни в какие именно силовые альянсы, попытка это действующего правительства сделать еще один якорь. Если сюда войдут уже подразделения НАТО, они вряд ли когда сюда уже выйдут. И вот эта позиция президента Дадона о том, что его как раз решение, да, по вопросу, который сказали по технике, которое было в Кишиневе, вот это, наверное, показатель как раз суверенитета страны, когда руководитель страны принимает ответственность, берет решение на себя и сохраняет одну из таких центральных вещей, связанных с суверенитетом. Вы член комитета по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связи с отечественниками. Но наше правительство не так давно отказалось участвовать в саммитах СНГ. Один из них посвящен на 25-летие Содружества и был саммит глав правительства. Вот ваша оценка такого демарша и насколько это негативно отразилось на самой работе вот в рамках Содружества независимых государств? Вы знаете, на самом деле это же вопрос, который у нас из вопроса в вопрос, да, который мы обсуждаем сегодня, переходит. Это все искусственно, специально нагнетается стороны правительства для того, чтобы еще раз повторюсь, ту позитивную повестку, которая сейчас формируется, ослабить, подорвать и высылка, и участие техники, и другие моменты, чтобы, как мне кажется, наши давнешние человеческие, культурные, экономические, которые, к сожалению, сейчас на недостаточно высоком уровне находятся, я по экономику говорю, взаимоотношения, сделать еще хуже. Понятно, что те люди, которые этим занимаются, они ориентированы целиком на Запад. Но даже взглянуть на, мы с вами этот вопрос поднимали, по поставке продукции, да, даже в Европу, потому что у Молдовы есть определенная квота, да, которую она выбирает буквально за несколько, за небольшое количество времени в год, и больше этой квоты, к сожалению, она поставить на рынке Европейского Союза не может. А те, на самом деле, колоссальные возможности производства сельхозпродукции, которые имеет республика из-за климатических особенностей, из-за ее местонахождения, да, они, мне кажется, не реализуются полностью, что не дает республике возможности, в том числе экономически, развиваться полномасштабно, так как она может это делать. Вот. А эти вот, ну не знаю, мелкие такие точные удары по позитивной повестке, это чисто политические вещи, которые, я думаю, даже, к сожалению, по ним принимаются решения не здесь, в Кишиневе, а принимаются в других странах, находящихся западнее Молдовы. Ну, вот сегодня мы видим, что, к сожалению, даже на наших внутренних рынках появляется все больше и больше сельхозпродукций, произведенные совершенно далеко от Молдовы. То есть у нас продаются и польские яблоки, и турецкие помидоры, и они полноценно конкурируют с молдавской продукцией, еще и потому, что дотации, допустим, для тех же сельхозпроизводителей в этих странах гораздо выше тех, которые предполагаются или там эпизодически, отправляются в адрес молдавских аграриев молдавским правительством. Эта система сегодня работает против, как мне кажется, молдавских фермеров. Система, которая ставит их, ну, будем говорить, на грани выживания. И мне кажется, эти люди, ну, просто фанатично, видимо, любят свою землю и свой труд и не уходят из садов, полей. Хотя мы наблюдаем, как пустеют поля, потому что обрабатывать все меньше и меньше стали земель сельскохозяйственных. И это тоже тревожит, потому что сокращается, видимо, количество фермерских хозяйств. И оно и сокращается по причине того, что очень многие люди ищут возможность содержать свои семьи, работая за рубежом. И опять же, здесь мы тоже поделены. Те, кто сумел найти работу в Италии, Франции, других европейских странах, Португалии. И те, кто нашел свое призвание на территории Российской Федерации, наверное, одна из самых больших, самое большое количество гастарбайтеров именно в России работает. И вот взаимоотношения, которые сегодня, ну, вот ставят опять же на повестку дня работы президента, помочь этим людям вернуться на родину. Так совпало, что вот вместе с тем событием, где вы также присутствовали, я говорю, торжественное собрание, в Кишиневе прибыл такой внушительный десант бизнесменов, которые изучают состояние молдавских предприятий, возможности, ну, их, не знаю, инвестирования в них, возможности развития каких-то новых технологий. И это хороший посыл. Мы понимаем, что это возможность быть интересными, это возможность больше, теснее связаться, вернуться точнее еще к тем незабытым, тесным связям, которые нас с вами связывали. И все-таки, но опять же, удастся ли вот реализовать все это? Посмотрите, надо менять очень много. Нужно, мы, как наблюдатели Евразийской экономической комиссии, еще не полноценные его члены. Полноценное членство предполагает, наверное, пересмотр соглашения. Но терять возможность с европейским рынком тоже не кажется стратегически правильным. Вот дружба с Евросоюзом одной из, будем говорить, внешнеэкономических деятельностей Российской Федерации, потому что это все-таки такой глобальный партнер для всех нас. Но, с другой стороны, не хотелось, чтобы эти два полюса были такими настолько разнополярными, что мешали развитию этому. И много говорится о том, что Молдова, ну, прекрасный мост между Западным и Востоком, но у каждого моста вот есть такой риск, мост может быть разорван. То есть, нас опять может разорвать вот эта геополярность. И опять она нас разорвала уже. Просто пройдите по Кишиневу, пообщайтесь с людьми и наверняка натолкнетесь не тех людей, которые, ну, как бы не приемлют возврат к дружбе с восточными соседями. Но есть, конечно, большое количество людей, которые говорят, что наоборот, нас связывает это, ну, это родственные связи практически. Потому что мы все родом из единой страны, и забывать об этом не просто не хочется. Наверное, нельзя, потому что связывает нас и много хорошего общего, особенно в истории. И вот насколько все-таки перспективны вот эти визиты бизнесменов, сумеют ли они дать новый толчок к развитию вот такого экономической кооперации наших стран для того, чтобы это было выгодно и России, и Молдове. Ну, и есть такая мечта у нашего президента от возвращения молдаван, которые, ну, не сумели найти возможность работать здесь, в Молдове. Возвращение их не просто вернуть насильно, а вернуть им, дав новые рабочие места. Ну, это на самом деле проблема не только Молдавы, но и других стран, соседей. Конечно же, у нас очень большая диаспора молдавская проживает на территорической федерации, порядка 700 тысяч человек, которые кто-то с семьями, кто-то без семей живут, работают на территории Российской Федерации. И я скажу, у нас очень хорошее отношение к гражданам Молдовы. И, конечно, тот вектор, о котором говорит Игорь Николаевич Дадон, это, наверное, действительно правильный вектор. Но здесь, конечно, надо исходить из экономики. И вчерашний приезд наших инвесторов в деловой России для участия как раз в обсуждении экономических вопросов, возможности создания новых предприятий, в том числе и сельхоз в территориях, это одна из возможностей роста экономики, а значит создание новых рабочих мест, а значит возможность людей вернуться на свою родину и здесь работать. Но здесь очень важно, чтобы та законодательная база, действующая налоговая система, чтобы они были для инвестора открыты и понятны и прозрачны, и чтобы они не менялись в процессе работы и в этом направлении не шли постоянные реформы. Чтобы инвестор мог понимать хотя бы на среднесрочную перспективу, как он может планировать свой бюджет, свои инвестиции. И здесь, конечно, мне кажется, зависит очень многое, в том числе от тех выборов, которые состоятся в парламенте. Потому что от парламента действительно зависит очень многое. В первую очередь это законодательная база, на основании которой работают наши инвестиционные компании, да, работают местный бизнес, национальный бизнес. И, конечно, здесь очень важно определенная стабильность, определенная уверенность в том, что те принятые там обязательства одной из сторон будут выполняться в перспективе вложений инвестиционных, чтобы те риски, которые несут все инвесторы, конечно, были иммунизированы. И, мне кажется, вчерашняя встреча, это, конечно, один еще из таких важных шагов к укреплению интеграционных процессов, включения Молдовы в евразийское экономическое партнерство, в котором, как мне кажется лично, у Молдовы больше возможностей для роста вместе с Евразийским экономическим союзом. Ну, вот не так давно прошла такая встреча у Игоря Николаевича Додона с журналистами. Говорилось, что более двух часов задавали самые разные вопросы. Был целый ряд тем, вокруг которых роем ввелись вопросы. Но один из этих групп вопросов можно выделить такой момент. Очень много спрашивали о изменении избирательного законодательства. Сегодня, вы знаете, в Молдове большие споры, дебаты идут о том, менять, не менять избирательное законодательство, переходить на такой следующий этап, наверное, развития избирательного права к смешанной избирательной системе. Эта система прекрасно функционирует в целом ряде стран, в той же Европе, если уже брать, так сказать, ее разообразие от демократии. Мы избирались в эту Государственную Думу по смешанной системе. Это была принципиально позиция парламентариев, потому что необходимо соблюсти баланс между людьми, которые являются яркими представителями, профессионалами в своем деле, которые работают на территориях, которые близко общаются с нашими избирателями и между партийным балансом, когда есть поддержка определенной политической силы. И мы считаем, что вот это изменение дали нам достаточно позитивные результаты. Во-первых, это дало возможность стать намного ближе к избирателю с точки зрения коммуникации, понимания проблем, решения этих проблем. С другой стороны, партия несет ответственность по направлению работы партийных списков, общественных приемных. И считаем, что это достаточно позитивный результат. И даже отношение наших граждан после выборов к работе Государственной Думы сохраняет положительную динамику. И вот на протяжении длительного времени, а скоро будет уже как год, как избрался новый созыв Государственной Думы, мы видим позитивное отношение избирателей к работе депутатов. И считаем, что вот эта вот схема, которая пропорциональная, где 50% избираются по партийным спискам, а 50% пофамильно, являются одномандатниками, дала свой такой позитивный эффект и определенное доверие, которое действительно держится на таком высоком уровне за всю историю современной России к депутатскому корпусу. Ну, у нас вот рейтинг доверия эпизодически, так сказать, мониторится среди избирателей. И вот в этом рейтинге доверие к парламенту далеко не на первых позициях. На сегодняшний день к парламенту, как говорится, есть свой счет. Ведь люди голосуют за партии, партийные списки. И в итоге часто в парламенте происходит некое такое переформатирование. Кто-то вышел из фракции, стал независимым, потом со временем, как бы часто объявляется на пресс-конференциях, у нас произошла эволюция, и мы решили стать членами другой партии. И это очень негативно сказывается на работе парламента, на отношении избирателей к парламенту, к парламенту, к этим партиям. Такой появляется скепсис к самому избирательному праву, к вот этой роли избирателя, что проголосую, а в итоге вы все равно по-своему все решите. И мы, особенно в регионах, остаемся один на один со своими проблемами, куда апеллировать невозможно. Поэтому, как мне кажется, вот идея смешанной избирательной системы, которая, кстати, была заложена в программе партии социалистов, она, наверное, основывается на опыте, вот на опыте вашей страны, на опыте других государств. В Германии точно так же реализуется избирательное право граждан по смешанной избирательной системе. А это не просто прихоть той или иной партии, это назревший момент в эволюции нашей республики. Потому что сегодня, наверное, к тем или иным процессам, тому или иному опыту нашей страны пора поставить финальный аккорд или финальную точку, идти дальше, идти дальше, развиваться, а не продолжать, так сказать, не тянуть за собой коррупцию, не тянуть за собой шлейф всего негативного, что мы накопили, начинать разворачиваться как-то в сторону Солнца, а то, в общем-то, устали смотреть на обратную сторону Луны. И вот в этой ситуации мы понимаем, что этот пример положителен. И просто, например, сказать, допустим, привести пример вашей страны, России, это одно, но, возможно, есть возможность как-то и помочь в этом опыте, допустим, теми же рекомендациями или поделиться какими-то, допустим, подводными камнями по переходу на эту смешанную систему. Вы знаете, мне кажется, тот договор, который Единая Россия подписала с Партией социалистов, он в том числе направлен на гуманитарное сотрудничество, межпартийное, обменом опыта, в том числе в ходе избирательных кампаний. И вы знаете, наша партия, она системная. Мы работаем не от выборов до выборов, как многие, к сожалению, политические партии. У нас ежедневно работают партийные приемные. У нас депутаты постоянно находятся во время региональной недели, у нас три недели в парламенте пленарных заседаний и одна неделя посвящается полностью работе в округе с избирателями. У нас выстроена четкая коммуникация с средствами массовой информации в плане освещения каких-то проблемных вещей. Мы ни в коем случае никогда не перестанем вести эту работу, потому что то доверие, которое мы имеем от наших избирателей, мы должны оправдывать реальными делами. Поэтому мне очень приятно было видеть вчера, что партия социалистов ведет такую же активную работу и по работе общественных приемных, помощи гражданам юридической, консультативной. Вот эта вот каждодневная работа помощи обычным людям и формирует как раз отношение к тем людям, которые работают в партии, к самой политической организации. И мне кажется, здесь наш договор о сотрудничестве является одним из таких ключевых в плане обмена опыта, которым мы готовы поделиться с коллегами, с депутатами, с будущими кандидатами о том, как эту работу мы выстраиваем в нашей стране. Артем, спасибо вам за сегодняшний разговор. Мы рады этой встрече, рады тому, что вы приняли участие в торжественном собрании, посвященном 20-летию ПСРМ. И всегда будем рады, когда будете бывать в нашей стране добрым гостем. Спасибо вам. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был представитель партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по делам Содружества независимых государств Артем Туров. Следите за нашими эфирами. Будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин